Всем привет! Я Вероника и в этом видео я покажу вам процесс создания мандарина, елочные игрушки из ваты. Желаю всем приятного просмотра! Кусок хлопковой ваты плотно сжимаю и обматываю ниткой, придавая заготовке округлую форму. Смачиваю заготовку в клейстере и обклеиваю ее несколькими слоями ваты. Каждый слой также промачиваю клейстером. Важно, чтобы поверхность получилась ровная хотя бы с одной стороны, там где будут выглядывать дольки мандарина из-под кожуры, а остальная часть все равно будет покрыта кожурой. После высыхания выбираю сторону поровнее и канцелярским ножом прорезаю дольки. У меня их получилось 8. Смачиваю дольки клейстером с помощью кисточки и стеком расширяю расстояние между дольками и приподнимаю их края. После полного высыхания заготовки окрашиваю дольки акварельными красками. Сначала оранжевым, затем немного высветляю центральную часть долек и прорисовываю светлую сеточку тоненькой кисточкой. Добавляю местами немного желтого цвета. После высыхания промазываю заготовку клейстером на только ту часть, на которой нет долек, а сами дольки накрываю куском полиэтилена. Дальше формирую кожуру мандарина. Для этого обматываю всю заготовку сразу большим куском льняной ваты. Промачиваю ее сверху клейстером и плотно приглаживаю. Добавляю еще несколько слоев для того, чтобы кожура получилась не слишком тонкая. Сторону, где расположены дольки я отметила точкой, чтобы после высыхания не потерять ее. Когда заготовка маленько подсохла, но не до конца, надрезаю кожуру, расположенную на дольках. Делаю 5 надрезов от центра, отгибаю края. Некоторые отогнутые краешки отрезаю, надрезаю. В общем, мы имитируем натуральную кожуру мандарина. Снимаю с доли к полиэтиленовую пленку и оставляю заготовку сохнуть. Затем приступаю к финальному окрашиванию. Кожуру крашу гуашью. Она более насыщенная и не требует столько воды, а значит не размочит кожуру. Обратную сторону кожуры также раскрашиваю гуашью. После высыхания покрываю мандаринку с людой, предварительно разведенной в клейстере. Устанавливаю штифт с помощью шила и клея гель момент. На этом все. Спасибо за просмотр!